Давайте, какие вопросы есть? Такой вопрос про бремена. Апостол Павел призывает нас носить бремена друг к другу. Что значит носить бремена друг к другу? Я вас прощу, что апостол Павел? Говорит, призывает нас носить бремена друг к другу. Таким образом исполните закон. Что значит носить бремена друг к другу? А что такое бремя сначала узнать? Это тягости, болезни, потери. И мы должны утешать людей, показывать навыщенное, лучшее. И тогда человек забывает о том, что было. Бремена, что облегает нас, затрудняет движение. И мы у друг друга должны понимать это и говорить. Умер дитё, или там потерял что-то, или ополщились на него кто-то. И мы должны это разделить, сказать, виноват, не виноват. Виноват, значит, покаянию призвать, не виноват. Да ты терпи, Господь тебя наградит. Вот это и означает. Так, спаси Христос. И там дальше, в 17 стихе, Галатам 6, пишет. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язву Господа Иисуса на теле моём. Что значит носить язву Господа Иисуса на теле? Он в узах сидит. Его бьют. Он встал, говорит, три раза по 40 ударов до ног. Камнями побили, вытащили его, за город бросили. Я ради Христа делаю. А вы ещё увеличиваете мои тяжести. А как? А он об этом говорит. Потому что власть преследовала за каждую душу, которая обращалась к Богу. А тут уверовала на ложица Нарона. И все стали показывать на Павла. Где кто обратится на Павла? А власти, значит, тогда ещё крепче затягивают узы свои. И поэтому я нанесу в узах. Вот я сижу в тюрьме. А в это время собираются священники там. И с ними архиереи. Ну и разговаривают-то не о чём. А тут же тема-то живая. Меня знают. И они начали меня там промывать. А в это время зашла жена священника Бурдина, отца Александра, благощинного Красноярского края. И говорят, как вам не стыдно? Лжёте сидите. Вот священник там Скачков Михаил. Ты же ходил к Игнатию, учился переплётному делу. Видел, у него на стене места свободного нет от икона. Ты говоришь, что икон нету. И они голову опустили. Он там в холоде, в клеветах. Что там с ним будет? А вы сидите здесь в пышных, роскошных комнатах и лжёте на человека. И она выговорила им. Матушка Анна. Николаевна, и они умолкли все. Я знаю эти стихи, почему они по мне прокатились. След оставили. Борозды. Как говорит Давид. Орали оратори на хребте моём. Проводили длинные борозды. Вот я понимаю, мне даже вопрос не надо задавать. Сейчас священник один звонит и ничего не могу ему. Объясняю одно и то же. Почему я на крещение был? Крещенные люди. А зачем было другое? Я второй раз отвечаю. Третий раз. Начну что-то пошире. А совсем не об этом, где сказать речь. Он не может понять. Священник хороший при том. Огромный стаж работы у него. Я говорю, да вы обманщики попы. Как обманщики? Я говорю, ты молитву очень наш знаешь, нет? Христос, ученики говорят, научи нас молиться. И он говорит, ну да. А теперь ты притчу Соломона считал, 30 глава, 5-6 стих. Слово Господа всякое чисто. Не прибавляй к словам его, с большую букву его, чтобы он не облечил тебя и ты не оказался лжецом. Считаем в откровении участь лжецов в озере огненном. Зачем вы прибавляете к молитве очень наши свои слова? Шесть слов прибавляете. Их кто прибавляет? Ну ты прибавляешь. Как я прибавляю? Ну-ка, считай. Да считай не просто. Открой Евангелие от Матфея, 6 глава. Он наизусть начинает. Яко твое есть царство, отца и сына и святаго духа, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Я говорю, что? Ну а где я прибавляю? Да где ты в молитве нашел отца и сына и святого духа? Ты что, поп, дуришь-то? Во веки веков нету. Во веки. Вы Бога не боитесь? Зачем тебе рассуждать? Да вот ученики перекрещивали. Ты слово перекрещивали где взял? Его в Библии нет такого слова. Ты Бога совсем не боишься, а он хороший священник-то. И только в конце начал я его, до конца достал, до хребта его. Нет такого слова перекрещивания. Забудь его, выбрось, а без него тебе ничего не получится сказать. Потому что этим словом ты слепляешь несовместимое. Вот Иоанново крещение, а теперь перекрещивали во имя Отца и Сына и Святого Духа. Нет этого слова перекрещивали. Это ступень была. Или вот считаете, величие душа моя Господа. Поете? Конечно. Зачем вы вкрапляете счастнейшую хирургию туда шесть раз? Там нет этих слов. Вы Бога не боитесь. Говорите оглашенно и зайдите, а никто не шевелится. Литургии-то нету верных. И все замолк. Я уж батюшке не раз это говорил. Ну выйти из этого гипноза. Сатана уши, глаза вам заткнул. Боитесь, когда снимают. У патриарха день и ночь служба может идти. Круглосуточно идет оттуда репортаж. А здесь готовые службы снимать. И запретил мне батюшка? Запретил. В субботу вечером эту. Я просто так этого не оставлю. За 30 лет, батюшка, ни одна душа сейчас из тебя не пришла. А батюшка-то хороший. А почему? Потому что на благовестие не идут. Ездят к своему знакомому священнику в Тулу. А потом там по мощам, по Невеево. И каждый год приезжают и говорят, ничего там нету. Тут только дома отдыхают. А зачем ты ездишь туда? Зачем ты деньги тратишь? Ты их отдай мне. Я знаю, кто нуждается. А не мне, значит, отдай своей рукой тому, кто нуждается. Каждый год в одно место. А мне бесплатный билет, как жертву политической репрессии. По закону. В любой конец страны. Каждый год. Каждый год. А я уже 30 лет не пользуюсь. И ни разу не воспользовался. А почему? На машине проехали мы 120 тысяч километров. 650 городов получили наши книги и сел. Тысячи выступлений. Почему? Это благодать Божия. А сколько людей обратилось? Я почти каждый день получаю известия. Даже которого в глаза не ввел. Мы считаем вас духовным отцом. Всей семьей за вас молимся. Я говорю, нарожал и знать не знаю где. Все благодарю. Слащи Христос. Слава Христу. Начал говорить этому священнику. Да вы что-то так-то взволнованно говорите. Вы тоже сердитесь. Апостол Павел говорит, кто соблазнялся, за кого я не воспламенялся. Воспламенялся, то есть вспыхивал огнем. Вы не понимаете, что суд Божий есть. Судимы будете вы. Вам не спастись священником. По вашей вине, тысячи, миллионы людей оказались за бортом. Игра кончится. Ну а как же Иоанн Кронштадтский так же говорил? Иоанн Кронштадтский, если говорил, он ответит за это. Ты за себя будешь отвечать. Об этом говорит 2 Коринфян, 5 глава, 10 стих. Каждый за себя даст отчет Богу. За себя. Ну а как ваш архиерей? Архиерей это знает, я говорил ему. Ему все и возвещено. Да как что-то она недействительная, я не сужу об этом. Я знаю, что вы добавляете слова, с чего нельзя делать. Повторяю. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих. Об этом уже говорит и 6 глава второзакония. Два раза повторяю 4 стих. Или 4, 6 там. Да. Вот так. Это дело очень серьезное. Как говорят, все поставлено. Быть или не быть. Спастись или не спастись. И на меньшее рассчитывать не надо. Только так. Для меня жизнь теряя Христос. А смерть приобретение, смерть не отъятия. Все, что я делал, жертвовал, все это приплывет обратно. Вот так надо жить, как нас Господь учит, а не как батюшки, который ничему не учит. Ну что, Артур, довольна? Да, довольна. Елена, вроде бы. Слава Христу. Вопросов нет, я отхожу. Есть вопросы? Да давай. Валентина, можете оторвать запись, чтобы новый ролик был? А, этот выключить? Да. Сейчас выключить. Новую запись включить. А ты включишь или мне включить надо? Да, включать, а у меня нет. Ну что? Сейчас минутку, Игнат Тихонович. Игнатий Тихонович. Слушаю. Христос Воскрес. Воистину Воскрес. А вот скажите, экзорцизм, в чем там опасность, и есть ли польза от него? От чего? Экзорцизм, вот изгоняют бесов-то батюшки православные. Люди рот крестят, и ты не поймешь, то ли выгоняют, то ли запечатают, чтобы демон не вылез из него. Бабки стоят друг друга сзади, крестят, каждая. Это мне пришлось однажды, вот на корабле, когда ты едешь, то там просят вещи ценные там все сдать. А когда ты уже слазит, тогда подошел, тебе обратно выпишут. И один подошел, тоже деньги сдает, ну ему неудобно, что сдает. И говорит, а нас, говорит, двое в каюте в одной, в кубрике. Ну что-то он мне этот, не понравился, говорит, я его еще не знаю, но не понравился. Я побоялся, что украдет там это, вроде бы. А, который принимает, говорит, да ничего, ничего, он же приходил, то же самое и вас сказал, сдал деньги. Ну и стоят ли, вот люди ходят на такие процедуры, как к этому относиться-то? У нас, когда приезжает владыка, было всегда соборование мазать. Ну а я стою-то знаешь где, в дверях. И он мимо проходит, давай я тебя помажу. Я молчу, голову наклонил пониже. Батюшка тоже сколько раз, я говорю, не надо, что намазать, мне Виктор Андреевич помажет, если я заболею. Там написано, призовет, присвятерок, призовет, то есть он не может ходить. А тут здоровые такие стоят, и при том не просто молиться рядом где-то, а над ним. Помолятся над ним, над ним. Надо это означать кверху, над домом, над чем-то. Он лежит и над ним склоняется, над ним молится. Тут же все открытым текстом, еще вы. Ну и все. У них, Слово Божие, это не является живым и действенным. Выдумки разные. Да, конечно, нелегко, но надо жить. Вот надо изгонять, надо бесов. Да ты их не допускай. Или это игра все-таки, как вы думаете? Ну и Новиков Василий изгонял. Чего изгонял? Начнем смотреть этих экзорцистов. Да они, как правило, подозреваемые на обеснование. Изгонял вот этот Романов Николай Сергей, которого арестовали, Среднеуральский женский монастырь, спарительность и хлебов. Кого он изгоняет-то? Когда ни одно слово сказать нельзя, Слово Божие не входит. Он нигде Слово Божие, ни одного занятия у них не видал, ничего. И не так. Изгоняет. Не знаю. Бес выйди из него. Все. А тут сколько кропят, мочат, давят его, бьют и ничего не выходит. А бес может затаиться. Конечно. Конечно. А когда начнешь беседовать по Слову Божию, он сразу начнет рога показывать. Это особенно свойственно священству. Изгоняет бесов. Гоняет по углам. Надо жить свято, чтобы жилище не было доступно. Как вот Аверки. Беса выгоняет. Он. А куда я выйду? Он рот разденул. Говорит, лезь в меня. Он завизжал, выскочил и ушел. Лезь в меня. А изо рта у него пламень огненное идет. Люди-то не видят. Вот так надо изгонять. Все время подозревать себя, не нападает ли на тебя демон. Не давать самому себе пощады. Вот молитва да воскреснет Бог, я считаю, уже в постели. Если я поземнул, даже тайно поземнул, уже подозрение, а небесноватый ли я? Я снова начинаю считать. И без попятился. Это мысли не надо бояться. Такая молитва, и вдруг, ну да, я спать хочу, все, но потянуло поземнуть. Я так себя просто уже не оставляю. Я себя ставлю под подозрение и заново пересчитываю. Я должен его добить. Я никогда вас с девающим не видела. Как вот справляться с зиотой? Ну как? Есть несколько способов. Сжать зубы крепко. Так в себе. Тогда это пройдет. Позевает человек, говорит, не хватает кислорода вроде бы. Может быть. И вот бывает икота. Разные способы избавиться. Самое простое. Зажать рот и не дышать. Не дышать сколько можешь. И все. Воздух, который в тебе давал бы эту отрыжку-то, икал, то он исчез. Ничего больше не надо. Даже руками не шевелить. Иногда так, чтобы руки бы назад положить, а кто-то тебе пить давал. И подальше относился, чтобы только не упасть. И глотнуть воды, когда у тебя руки сзади, и ты вперед наклоняешься. Икота сразу пропадает. И в вопросе точно так же и здесь позевает. Почему? Я себе сразу вопрос задаю. Почему? Да, я встал сегодня рановато. В два часа ночи. Не в три, как обычно, а в два. И решил еще лечь. Лег. А думаю, не успею. Не успею ответить. И скорее опять оделся. Ну и вот он. Так и сижу. Так и сижу. Слава Христу. Да, ему слава. И не надо не бояться. Никаких авторитетов. Когда сидят у нас потеряевки, а у батюшки всегда трапеза, уже сестры готовят, у батюшки большие столы, и там все занято. В угол, там где иконостас, владыку садят, а рядом батюшка. Ну, я привык так, не сидеть, зря не чамкать. Быстро поел и подойду, а он буквой Г, столы стоят. Я встал напротив, а владыку толкают уже, митрополит это. Уже стоит, Игнать это. Он что, я говорю, владыка, благословите слово сказать. Бог благословит, он крестит меня, а другим рядом сидит. Ну, говорит, сейчас всем достанется, а больше всего мне. Митрополиту. Ему скоро снова от вас получать наставление. Ох, мы сейчас об этом только со священником говорили. В любом вопросе надо найти решение Господне, а не свое. А как? Во свете Библии. Во свете Библии. Во свете Библии. А поэтому Библию надо знать. В любом деле вопрос, что делать, не делать, вопрос решить какой. Ставить четыре вопроса. Я же говорил. Первое. Что я ищу, разрешение переехать куда-то, там, замуж выйти, или, ну, что-то такое решительное. В другое государство уехать. Что я ищу, временного или вечного? Земного или небесного? Это один вопрос. Второе. Что по этому вопросу говорит Святая Библия? А чтобы вопрос ответить, ты должен знать ее. Третье. Что об этом говорит моя совесть? Хотя она бывает и сожженная у некоторых. И четвертое. Не будет ли это соблазном для людей? Если все вопросы эти разрешаются, не торопись. Ты можешь делать спокойно. Посоветуйся с тем, кто отебряется духовником, как говорят, советчиком. Доверься. Так, вопросов нет больше? Спаси Христос. Аллилуйя. Отхожу тогда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.